Братья, успокойтесь. Церковь, братья и сестры, церковь никуда не уйдет. Лекс Либерти следит за попыткой силовой смены руководства Пятидесятнической церкви «Новая жизнь». Место действия – Портланд, штат Орегон. Год 2019, последние выходные октября. Десятки наших камер работают на знаковом братском собрании. Ради него повседневная жизнь церкви замерла. Отменены все без исключения мероприятия. И традиционная служба тоже. По мнению рейдеров, идейным вдохновителем которых выступает епископ славянской миссионерской церкви Вифания Адам Бондарук, это собрание должно было стать решающим. Место старшего пастора Василия Никитовича Вакульского должен был занять ставленник Бондарука Александр Горенько. Четыре долгих часа прихожанам рассказывали, какой нехороший человек их пастор, а потом в противовес решили показать наше короткое предыдущее расследование. Досмотреть его не дали. Слишком очевидным стало, кто такой этот Горенько. Давайте послушаем, как трудно ему после этого говорить. Горенько даже глянуть боится в глаза Вакульскому, который служит в этой церкви уже 28 лет. Но, видимо, Бондарука Горенько боится больше, и поэтому продолжает гнуть свою линию. Обычные люди не выдерживают. А вот еще одна мизансцена, которая отлично характеризует Александра Горенько. Вместе со всеми он не произносит молитву «Отче наш». Хорошо видно, как Горенько не терпится завладеть микрофоном. Даже не дожидаясь последнего аминь, он шагает к трибуне. А там секретарь церкви Иван Ужва спрашивает у паствы, хочет ли та закончить собрание. Паства хочет, но это сорвет голосование против Вакульского, и Горенько не выдерживает. На сцену врывается толпа, и с этого момента собрание религиозных людей превращается в банальные разборки. Это Петр Апанасюк, тоже человек Бондарука. Именно он ездил в соседнюю церковь, где стоял вот этот тонированный микроавтобус. В нем из Калифорнии приехала остальная бригада Бондарука во главе с Сергеем Хомичем. А Панасюк огорчил шефа. Радоваться рано. У Горенько не получилось. Короновать его народ не согласен и бунтует. У этой женщины на Горенько много обид. Вот, скажем, личное. А не признавал Александра Горенько прихожанку, видимо, потому, что в прошлом они встречались, и эта женщина знает про Горенько очень много лишнего. Я знаю, брат Александр тоже знает, кто с ним работал. Верующий народ. Компания «Персен» был там менеджером. Оскорблял своих верующих людей. Обзывал и оскорблял. Не давал людям ходить на собрание. Внимание не обращаем на наш верующий народ. Руки в шлахали, обижались. Все эти годы она робко терпела обиды, но на том собрании все же сдалась. Она не смогла стерпеть нападок Новокульского. У Новокульского напали не стыдно. Я скажу, это человек, это искренне божий человек. У меня проблема случилась с сестрой. Лежала 4,5 месяца в коме. И он пришел. Он не член терпения. Он пришел, помолился. Я в момент не знал, открыл глаза. Ситуация вышла из-под контроля. Пришлось звонить в полицию. Тут земляку Сергея Хомича стало совсем не по себе. Александр Гринько даже присил. Ну вот и полиция в церкви. Теперь давайте ненадолго перенесемся в этот же зал, но на пару лет назад. На той же сцене стоят все герои этой скандальной истории. Происходит так называемое рукоположение. Перед ним каждый держал напутственную проповедь. В конце своей Бондарук решил излить душу и заговорил о том, что старым нужно уступать молодым. По секрету, это одна из моих внутренних нужд. Говорят, что на гору взбираться легче, а с горы опускаться намного тяжелее. Так практически альпинисты отмечают. Я молюсь, я тоже чувствую, это очень сложно. Чем я себя удерживаю? Я даже чуть старше вашего старшего пастора. Чем я себя как бы удерживаю от решения? Ну, ты же начальник мой. Я же еще с тобой не согласовал, уходить мне со служения или нет. Но я думаю, что это должно произойти, а то будет. И вот, судя по церквям в Америке, много таких старших по возрасту служителей. Замена будет. Не обманул. Смена действительно происходит, однако Бондарук, который сам признался старшего Акульского, пытается сменить последнего, причем всеми доступными средствами. При этом сам Бондарук, само собой, никуда уходить не собирается. Войну за новую жизнь он пока не выиграл, однако шаг навстречу сделал. Братья новой жизни дерутся на сцене, с которой миллионы раз клялись друг другу в любви. И все это на глазах у паствы, которые как будто показывают представление и даже совсем как в театре предлагают занять места. Настоящий ужас ситуации в том, что люди поддаются призыву, занимают свои места и смотрят этот спектакль. И это не потому, что им нравится происходящее. Они в ступоре. Теперь эти люди не знают, кому верить, и подозревают всех. Ну а это уже не личная победа Бондарука. У этой победы адский оскал. Вы хотите помолиться Богу и не хотите без молитвы ходить? Молимся Господу, встаем на наши ноги. Какая молитва есть? Одес наш Тебесный, сердечно тебя благодарим. До этого часа ты нам помог. Субтитры создавал DimaTorzok